Здравствуйте! Это программа Бункер С и с вами ее ведущий Илья Табуев. Всем здрасте! Я Светлана Столичная и наш гость Сергей Петрович Карпов, председатель правления регионально-общественной организации Рыболовы Самарской области. Здравствуйте! Мы продолжаем обсуждать новости. В Тольятти нетрезвые дамы не смогли вызволить крупную подругу из плена между стеной и шкафом. Все бесит я, толстая, толстая я. Все бесит я, толстая, толстая я. Все попытки вытолкнуть ее оттуда не увенчались успехом. У Лиди просто не хватило силенок. Пришлось вызвать МЧС. Изумленные спасатели легко справились с задачей. Никто не пострадал. А зачем женщина решила залезть за шкаф, не сообщается. Ребята, мне кажется, что это современная интерпретация мультфильма «Винни-Пух». Кажется, я дострял. Вы понимаете, это просто кто-то слишком много яд. Но вот в преддверии праздника женщинам я могу совет какой дать. Не лазить за шкаф одной. Прихватывать мужчину за собой надо. Всегда вылезть. Как вариант. Нет, в России всегда стоит задать вопрос. Зачем и почему? То есть, крупная подруга попала в плен между стеной и шкафом. Зачем лезть за шкаф? То есть, вообще, насколько я понимаю, расстояние между стеной и шкафом, оно всегда небольшое. Но вот у вас дома как стоят шкафы? Практически вплотную же. Пять сантиметров. То есть, либо там что-то потерялось, либо она что-то вспомнила, либо она пряталась сама. И это была шалость. Девочки шалили. То есть, это из серии «Играю в прятки». Смотрите, как я умею. Она подвинула шкаф, задвинула обратно и все. И тут силы закончились, понимаете, вот в этот момент. Силенок не потем. Может, ее просто не нашли. Может быть, да. Но не нашли. Да, да. И только МЧС, наши добрые спасатели, приехали вот в эту самую квартиру, где застряла эта женщина. Ну, и прямо написано, зачем женщина решила залезть за шкаф и сообщается. Нет, ну это, ребята, к вопросу о второй книге, любимой всех россиян, что делать, да, к вопросу о том. Мне кажется, что перед Новым годом нужно выпускать брошюру. Что делать, если вы, нетрезвая дама, и случайно, и там перечисление, залили за шкаф, упали с кровати, зацепились за люстру, и, так сказать, вот, краткий перечень пунктов, что делать. В Самаре живет талантливый козлик Мурзик. Ему всего два месяца, и он умеет делать несколько трюков. Мурзик может ходить испанским шагом, танцевать вальс, прыгать перед препятствием, подавать лапу. А научила его этому зооинженер Анна П. По ее словам, Мурзик очень талантлив, хотя все козы по своей натуре сообразительные и любопытные. Ну-ка, научить это, вы знаете. У меня на даче некоторое опыт общения с ними есть, это такие твари. Столько терпения надо. Чтобы с чем-то научить. Нет, ну, мне кажется, очень много женщин на стране, которые живут с козлами, да? По большому счету. Эти козлы действительно сообразительные и очень любопытные. То есть Анна П., фамилии просто ее нет, все-таки справилась. Она все-таки научила хотя бы первичным каким-то... Может, впрочем, этот Мурзик, это Михаил Степанович Блинов какой-нибудь, да? Боже. И поэтому, вы понимаете, здесь такая ситуация. Никто же не видел, есть только текстовые сообщения. Поэтому я считаю, что эту информацию надо проверять. Ты сказал на Мурзик. Слушай, это опасная зооинженерка, да, потому что она говорит, это Анна П. По ее словам, Мурзик очень талантлив. Хотя, то есть это не первый в ее практике Мурзик. Талантливый козел. Понимаете, вот что страшно-то. Сергей Петрович, а у вас что за козлы? Козлы-то что-нибудь умели делать? Ну, у нас они вот, знаете, вот, если, допустим, где-то на одном конце деревни пасутся козы, а на другом открыта калитка чуть-чуть, они прибегут и обязательно залезут туда, и что-нибудь сожрут. А, те, которые на другом конце к вам прибегали? Везде, в принципе, в принципе. И сожрут. Да, вот всегда они лезут через забор. А потом говоришь, что козы глупые животные, да? Нет, козы очень умные. Очень умные. Крылья советов сняли видеоролик, в котором предложили Спартаку выйти на поле в бушлатах, валенках и шапках-ушанках. Каждый может стать моложе. Если нет на веселого в бушлатах. Что мы делаем, душа, мы не молодым, мы не молодым, мы не молодым. Ты не бойся ни жары, ты не молода, заканяйся. Именно таким образом самарцы ответили москвичам, которые хотели перенести матч из-за погодных условий. Спартак с таким заманчивым предложением не согласился. В итоге встреча закончилась со счетом 4-0 в пользу крыльев. Крылья, крылья, крылья. Знаете, трудно ждать хорошую погоду в декабре. Надеемся, да. Поэтому, я думаю, у Спартака просто экстрасенсы какие-то работали, которые, я думаю, знали счет, с каким они продуют в Самаре. И поэтому просили перенести матч. Я думаю, только одна причина. Уже много разговоров идет по поводу переноса некоторых матчей на весеннюю. 7 игр, но погодные условия, к сожалению, нам действительно не позволяют играть ни в конце ноября, ни в декабре, к сожалению. Но все-таки мы играем, и как мы это делаем? Выигрываем. И делаем это хорошо. Я вот в силу того, что общаюсь с коллегами по телевизионному цеху, и некоторые говорят, да ладно, купили. Ребята, что купили? Вы посмотрите, какая была игра. Браво, 4-0, Спартак. Такого не было последние 15 лет. И наконец-то мы сделали. Воскресший поляк попросил одеяло у работников морга. Ты скажи ко мне, да скажи ко мне, где мой милый ночует. Отдыхая с друзьями, 25-летний Камиль, типичный поляк, кстати, Камиль, ничего такого, несколько переборщил со спиртным и потерял сознание. Товарищи отвезли его в стационар. Какие добрые товарищи, да? Где врачи констатировали факт смерти и отправили Камиля в морг. Это нормально, да? Там мужчина проспался, а утром, попытавшись встать, рухнул на пол. На шум пришли охранники. Удивленный сторожа мужчина сказал, что еще замерз. Камиль не стал закатывать скандал и первым делом отправился в паба обмывать свое собственное воскресенье. Знаменитый польский паб, да. Как же, вот какая социалка, да? Как же работает социалка в Польше, вы чувствуете? На каком уровне? Как это, вот человек в морге проснулся и попросил одеяло. Он не стал ругаться, куда вы меня привезли, где я, что ли? Человек просто попросил одеяло, брат, одеяло. Я замерз, холодно сегодня в морге, дайте одеяло, пожалуйста. Он не стал переживать, не стал нервничать, он спокоен, понимаете? За свою страну, он спокоен за своих товарищей, он спокоен за морг в конце концов. Он не стал ничего предпринимать. У него нет претензий к этим проблемам. Попросил одеяло, он прогрелся, пошел дальше в пак, все нормально. Проснулся в хорошем настроении. Да, да, да. Свежо, прохладно. Уважаемые поляки, товарищ Камиль, в случае, если вы все-таки переборщили со спиртным, лучше лезьте за шкаф, понимаете, как делают это наши прекрасные женщины. Карен Шахназаров предложил ограничить школьную литературу шестью русскими классиками. По его словам, школьникам будет вполне себе достаточно Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя. Мудрых преподавателей, слушал я невнимательно, все, что не задавали мне, делал я кое-как. А те, кто прочитает этих наших классиков, говорит Шахназаров, непременно захотят прочитать и Шекспира нашего, и Бальзака, и самого Мориме. Почему нет? Отвечает так Карен Шахназаров. Ну, вот такая вот пятерка. Раз, два, три, четыре, пять, нет, шесть. Шесть классиков, и все, дело в шляпе. Больше ничего не нужно. Я тогда предлагаю сократить таблицу уложения с семи до семи, например. Если ты можешь досчитать до семи, очевидно. Захочешь будет считать дальше. Выучил русский? Захочешь выучить английский, немецкий, французский. И так далее. А вообще давайте оставим только чтение в школе. Научился читать? Ну, захочешь, научишься считать. Захочешь, научишься писать. Согласна. А научился отжиматься? Очевидно, что ты сможешь плавать. Да. То есть, может быть так, знаете, в школу брать? Говорить умеешь? Ну, слава богу, заходи. Захочешь, научишься. В ЛДПР намерены пустить уникальный смех Жириновского на лингтоны. В партии решили запантетовать смех Владимира Вольфовича, прозвучавший во время эфира на одном из федеральных каналов. Однопартийцы планируют использовать его хохот как лингтон на мобильных телефонах и будильниках членов партии. А в будущем собираются упускать значки, проигрывающие смех лидера партии. Что это? Вот это любовь. Понимаете, вот это лидер. Вот это лидер. То есть, сидит председатель партии на совещании, а тут у коллеги зазвонил телефон с его рингтоном. Ну, ладно, оставь. Ладно, ладно. Пусть помирает. Нечестно говоря, все-таки смеются Владимир Вольфович не так часто. Намного чаще он ругается. Зато Жириновский есть только в нашей стране. Не в другой стране мира Жириновского нет. Хотя многие ассоциируют сейчас с Трампом. С Трампом, да, немножко вот так вот. Там небольшая конкуренция появилась все-таки. Экспрессии. Но нет, наш Владимир Вольфович намного... Вот посмотрите на дебаты этих двух людей. Вы представьте, Дональд Трамп и Владимир Вольфович Жириновский. Вот здесь раскрылся нашей гордости и талант Владимира Вольфовича. Это была программа «Бункер-С». И с вами были ее ведущие Илья Табуев. До свидания. Я Светлана Столичная и наш гость. Сергей Петрович Карпов, председатель правления региональной общественной организации «Рыболовы Самарской области». До свидания. Мы откроем все двери. Человек с годовым доходом более 5 миллионов долларов еще пытается на что-то взять кредит. На что человеку может не хватать с таким доходом, вы как считаете? Зрители, кстати, могут приходить в ушлатых, валенках и шапках-ушанках болеть. Причем я предлагаю это делать круглогодично. Вообще сделать это, так сказать, наше фото. А дальше моя любимая Польша. Насколько я люблю эту страну. Знаете, когда в Польше спрашиваешь у человека, как пройти к площади собора Святого Стефана, он говорит, туда, а она на самом деле там. Понимаете, я настолько люблю Польшу, там такие добрые люди. Договорить это слово. Продолжение следует...